Приветствую, друзья! И давайте с вами посмотрим, что было в посылке. Посылку я уже открыла. И в ней была вот такая вот раскраска. Магия Рождества. На самом деле там разыгрывалось две раскраски. Одна, по-моему, с цветами. Магия цветов или что-то в этом духе. А вторая вот такая магия Рождества. Я на самом деле хотела с цветами, но вот, да, что досталось, то досталось. На самом деле этому я тоже рада. Я долго присматривалась к этой раскраске, брать или не брать. Но она мне не очень нравится. Здесь такая техника рисования, немножко не в моем стиле. Вот. Но, в принципе, есть что почерпнуть в плане идей. И, может быть, я буду ее раскрашивать. Может быть, дойду до этого. Очень хорошая по оформлению. То есть она довольно-таки толстая. И здесь интересная склейка. Во-первых, когда она открывается, вот здесь вот тарет не приклеенный, что довольно-таки удобно. и дальше она уже листается постранично. И все странички можно полностью отогнуть, и они не станут, не будут отклеиваться, как это обычно бывает в раскрасках. Почему? Потому что вот здесь вот на основном развороте видно, что странички прошитые. То есть они идут по три листа, и эти три листа прошиты. И, соответственно, здесь все заклеено уже бумажкой поверх. Вот. Ну, в принципе, листать, наверное, не буду. Я думаю, что вы все видели эту рождественскую раскраску. Я так пролистаю. Я думаю, что по картинке вы можете видеть, какая она раскраска. То есть здесь такие примитивные, скажем так, рисунки. Линейные. И линия где-то дрожала рука, и линия неровная. И, ну, в общем-то, не очень мне нравится с такого плана техника рисования. Но вот примерно вот на таких картинках круглых, скажем так, круглой компоновки. Или вот еще в начале было. Сейчас покажу. Ну, вот тоже самое сердечко. Или еще... Где-то было бы... Ну, вот такого плана. То есть картинки, которые... Здесь, кстати, можно дорисовывать, что по желанию. Вот такие вот картинки, которые... Композиция, как бы, в основном по центру. Вот я хотела на таких композициях попробовать именно на цветочной раскраске попробовать свои новые радужные карандаши с фикс-прайсом. Вот. И, если знаете, есть такой канал, ой, не помню, как называется там. Я напишу под видео, оставлю ссылку. Там девушка, она раскрашивает раскраски, либо показывает какие-то интересные техники. Вот. И у нее, по-моему, я видела эту раскраску и в черно-белом варианте, и уже в каких-то начатые картинки раскрашены. И, в общем-то, по моим впечатлениям, именно из того, что здесь мало вот таких картинок, а я хотела именно такого плана картинки попробовать именно для радужных карандашей. Вот. Но, к сожалению, здесь их мало. Вот такого плана, то есть фон, да, видите, белый, его можно этими радужными карандашками попробовать. Ну, вот здесь таких мало. Фактически всего штучек в пять, наверное, и то. Вот. И, собственно, еще почему я, в принципе, ну, не то чтобы довольна, то есть я дареному коню в зубы не смотрю, то есть я, в принципе, осталась довольна подарком, призом, скажем так. То есть есть, что подчеркнуть для тех, кто, может быть, не в курсе. Я уже упоминала пару раз, что планирую свою собственную раскраску к Новому году. Вот. Поэтому мне будет интересно отсюда какие-то, может быть, идейки взять. Не так, чтобы совсем срисовать, но что-то взять, может быть, как технику или какой-то вот элемент, как идею, опять же. Ну, повторюсь, немножко техника рисования не в моем стиле, но, может быть, какие-то мысли у меня на этот счет появятся. В общем, вот такой приз у меня был. Ссылку на канал оставлю, и оставлю ссылку на канал, где вот девушка, девушка раскраски свои раскрашивает, где интересные техники прессования. Если кому интересно будет, посмотрите. Вот. Такой приз. Подписывайтесь, ставьте пальчик вверх, оставляйте комментарии. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok